Книга открытым оком. Вопрос 3577. При своих талантов могли бы вы разбогатеть, как наши олигархи? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы имеете ввиду евреев? Зачем? Обман всегда был от дьявола. Когда бывший главный прокурор страны Юрий Скуратов, еврея Березовского спросил, почему он не уехал в Израиль, тот сознанием дела ответил. Представьте, на ограниченной территории рано утром посыпаются 5 миллионов евреев с одной мыслью, как бы кого обмануть. Кавычки закрыты. Труд, 11 октября, 2007 год, страница 25. Даже если бы я стал как-то миллиардером, то в моей жизни ничто не изменилось бы. На себя бы по-прежнему не истратил ни рубля лишнего. За прошлый месяц за телефон наговорил на 4 рубля, а на подаленный мобильник за 4 месяца 42 рубля. Без обмана жил и без обмана истратил бы в течение года всю наличность на восстановление деревни и на покупку квартир людям в нашей общине. Я себя всегда считал несравнимо богаче всех, про кого читаю. Мой Господь дает мне в преизбытке столько, сколько прошу. А прошу я не для себя, и поэтому запросы мои обналичены по меркам неиздешного характера. Мои таланты все до одного как раз и годны для того, чтобы я не пользовался ни одним методом, какие позволяют людям стать безнословно богатыми ворами и обманщиками. Пусть богатые прочтут один стих из мудрости Соломоновой, а он был некогда тоже евреем, и устоят ли они тогда? А я готовлюсь к этому испытанию ежечасно. Екклезиас 12.5 И высоты будут им страшны, и на дороге ужасны, и зацвесет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Стихотворение В прихожей на полу в углу пустой мешок валялся. У самих низких слуг он на обтирку ног нередко помыкался. Как вдруг мешок наш в честь попался, и вещь червонцами набит. В окованном ларце в сохранности лежит. Хозяин самого лелеет и бережет мешок он так, что на него никак. Ни ветер не пахнет, ни муха сесть не смеет. А сверх того с мешком весь город стал знаком. Приятель ли к хозяину приходит, охотно о мешке речь ласковую заводит. О, ежели мешок открыт, то всякий на него умильно так глядит. Когда же кто к нему подсядет, то верно уж его потреплет или погладит. Увидя, что у всех он стал в такой части, мешок завеличался, заумничал, зазнался. Мешок заговорил и начал вздор нести. О всем и рядит он и судит, и то не так, и тот дурак. И из того-то худо будет. Все только слушают, все только слушают его, разинов рот. Хоть он такую дичь нечет, что уши вернут. Но у людей, к несчастью, тот порог, что им с червонцами мешок, что не скажи, всему удивиться станут. Но долго ли был мешок в чести и слыл с умом, и долго ли его ласкали, пока все из него червонцы потаскали, а там он выброшен, и слуха нет о нем. Мы басней никого обидеть не хотели, но сколько есть таких мешков между откупчиков, которые никогда в подносчиках сидели, или между игроков, которые у себя за редкость рубли видали, а ныне пополам с грехом богаты стали, с которым теперь и графы, и князья, друзья, которые теперь сельможи, у коего они не смели сесть в прихожей, играют запросто в бостон, велико дело миллион. Однако же, друзья, вы столько не гордитесь. Сказать ли правду вам тяжком, не дай бог, если разоритесь, и с вами точно так поступят, как с мешком. Корлов, 1809 год.